Сегодня инструмент на любителя. Я такие и люблю. Называется твое. Сложно описать, что это, проще показать. Но и этого будет недостаточно. Лучше досмотрите до конца, поймете, как можно использовать. Это вот такая штука. Делается достаточно быстро, работает с переменными и вообще где-то на грани программирования. Но не middle уровня. Разобраться можно. Бесплатная. Отдает код. То есть можно публиковать результат где угодно. Оформлять можно очень красиво. Я делал на скорую руку. Итак, вы можете скачать приложение или работать в браузере. В принципе одинаково. Аккаунта здесь нет. Ваш проект в кэше браузера. Так что будьте аккуратнее и периодически скачивайте проект, чтобы не потерять его на полпути. Потом покажу как. Значит заводим новый. Например, я буду создавать базу своих скринкастов. Тут меню. Это что касается пассажа или карточки. Условно пассаж это одна страница вашей истории и вы можете оформить каждую страницу по-своему. Если это первая карточка, то мы начнем с приветствия и наметим крупные разделы. Тут применяется собственный язык форматирования, схожий с Markdown. Что такое Markdown смотрите в моем онлайн-курсе по Obsidian. Но синтаксис тут немного другой. Например, новую страницу вы открываете вот такими двойными квадратными скобками. И в данном случае каждая новая страница — это большой раздел, в который мы впоследствии будем добавлять подразделы. То есть человек зашел. Вот так вы можете смотреть, что происходит, начиная с этой карточки. Человек зашел, его приветствуют и спрашивают, куда он отправится дальше. Например, YouTube. Сейчас не заполнено, но в целом понятно. На самом деле YouTube это я зря завел, у меня по нему почти нет скринкастов. Давайте лучше нейросети. Вот так мы превратили слова в новые страницы. В принципе это уже низший уровень, куда можем вставлять ссылки на скринкасты. Дальше дробить не имеет смысла, у меня не так много скринкастов по нейросетям. Теперь берем название и ссылку. В принципе тут работают стандартные теги html, так что ссылку оформляем так. Здесь название, здесь сама ссылка. Через ahref. Обязательно закрывающий тег. Посмотрим, что получается. Ну вот. Цвета можно настраивать, сейчас вервиглаз. Про цвета и вообще про оформление рассказывать можно долго, но я не буду. Возможно сделаю продолжение. В принципе тут все основное есть, надо разбираться. А вообще очень подробно по тому, как и что здесь оформлять, есть документация, но очень большая и на английском. Однако по объему вы можете понять, какие возможности тут сосредоточены. А мы получили примерно такой результат. Вот сейчас мы стартуем с этой страницы и выбираем нейросети. Здесь нас спрашивают, что именно про нейросети. Мы выбираем генераторы изображений и получаем подборку скринкастов по нейросетям. Когда человек нашел то, что нужно, его хорошо бы вернуть к началу. А значит мы делаем так. Нет, не делаем. Надо сначала вот это переименовать, а то некрасиво. Это ренейм и назовем первую страницу старт. И теперь из генераторов изображений мы отправляем посетителя на старт. Ну и собственно вот появилась стрелка. То есть с навигацией тут не запутаешься. И тут есть возможность дооформить ссылку. Делается это так. Что будет написано вместо ссылки? Прямая линия и сама ссылка. То есть название карточки. Проверяем. Да, сработало. Ну и давайте, чтобы было понятно, что это не просто про создать страницу, заведем переменную. Добавили карточку без связей. Вот такой нам нужен кусок кода. И добавим приветствие. Что у нас тут есть? У нас есть переменная. Любая скажем фио. Это то, что будет написано над полем ввода. Это в самом поле. Ну давайте лучше покажу. Значит вот. Вот из юнейм франк. Значит это меняем на как вас зовут. А франка вообще удалим. Отлично. И заводим человека на старт. Все. Связь установлена. А в стартовую карточку мы вставим значение переменной. То есть мы рады приветствовать. И тут значок доллара и имя переменной. Напомню, назвали мы ее фио. Что мы получили? Человек заходит, представляется. И теперь мы знаем, как его зовут и обращаемся к нему по имени. Вот значение переменной фио. Переменных может быть много. И делать вы с ними можете. Также много всяческих замысловатых штук. Единственное, у нас сейчас старт вот с этой карточки. А мы выставим в качестве стартовой вот эту, которую только что завели. Отлично. Теперь скачиваем файл. Это просто html и дальше буду очень быстро. Кто не понимает, смотрите в замедленном режиме. Теперь мы этот html закидываем в корень сайта и с самого сайта ставим на него ссылку, которая выглядит как адрес сайта и имя html файла. Все работает. И последнее все ваши проекты лежат здесь. Но если все вдруг слетит и потеряется, вы можете восстановить проект из скачанного файла. Импорт и закидываем скачанный html. Он все поймет и расставит как было. Мне кажется, штука интересная, может быть в народном хозяйстве не очень пригодится, но погонять, почувствовать себя программистом – незабываемый опыт. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok